Всех приветствую! Продолжаем ознакомиться с описанием работ художников по книге «Великий музей и мир». Сандро Боттичелли Зиновий воскрешает попавшего под колеса повозки мальчик, отдает его матери заключительная сцена из цикла «О жизни святого Зиновия». 1500-1505 годы «Дерево темпера» 66 на 182. Сандро Боттичелли – выдающийся флорентийский художник эпохи Возрождения, подлинное имя которого – Александра Димарианна Дивани или Петти. Как всем общепризнанным достоинствам Боттичелли живописца, необходимо добавить его уникальные способности рассказчика. Ему принадлежит ряд повествовательных циклов. Один из них включает четыре небольшие картины на сюжеты жития святого Зиновия, последний из которых хранится в Грезденской гильвере. Святой Зиновий, будущий епископ Флоренции, обратился в христианство еще молодым человеком. Согласно житию, он обладал исключительно способностью воскрешать, поэтому во флорентийской живописи эпохи Возрождения его изображали творящим это чудо. Сюжет, который Боттичелли использовал, был излюблен другими художниками. На полотне святой Зиновий воскрешает мальчика, которого только что переехала повозка, запряженная в Аллай. В сущности на картине представлены три разных периода, эпизода, которые должны читаться слева направо. Сама трагедия святой Зиновий передает в мальчиках матери святой на смертном адрее. Примечательно соединение сюжета спасения, где святой представлен еще молодым священником, предсмертным благословением святого Зиновия в сане Папы Римского. Три эпизода истории представлены художником в обрамлении архитектурного декора. Боттичелли не стремится воспроизвести подлинные виды Флоренции. На панелях этой серии мы видим некий идеальный ренессансный город. Чувства щемящей тоски возникают при виде четких телевизорно-передных форм зданий, плу открытых и запертых дверей, темных проемов окон, абсолютной необитаемости домов и совершенно пустых улиц, уходящих в глуток. Вот такое описание по книге «Великий музей мира» по работе Сандера Боттичелли Зиновия воскрешает попавшим под колеса повозки мальчика, отдает его матери. Заключительная сцена из цикла о жизни святого Зиновия. 1505-й год. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok